Сегодняшний мой доклад посвящен таким общим вопросам о ускользании опухоли от иммунного ответа, поскольку в настоящее время, и сегодня, наверное, будет много говориться о новом направлении, чекпоинте использования препаратов целенаправленного действия на контрольные точки иммунного ответа. Поэтому хотелось бы базово сначала сказать, а что конкретно мы можем думать, что мы знаем на настоящий момент, и что мы можем использовать. Вы знаете, что основная функция иммунной системы – это поддержание генетического постоянства, уничтожение чужеродных антигенов, обеспечение толерантности и способность распознавать и разрушать опухолевые клетки. Естественно, что иммунная система в чем? Защита от вирусных инфекций. Мы знаем, что часть опухолей у человека, папиллома, вируса Пштейна-Бара, ну и другие, они вызывают опухоли. И уничтожение вовремя этих вирусов иммунной системы, безусловно, способствует тому невозникновению опухоли. Своевременная элиминация патогенов, предотвращение воспалительного процесса. Мы тоже знаем, что еще со времен Эрлиха, что эти заболевания, воспаления всегда способствовали развитию опухоли. И самое главное для онкологии – это иммунологический надзор, распознавание опухоли, опухолеассоциированных антигенов и элиминация опухолевых клеток. Как вы знаете, в настоящее время взаимодействие опухоли иммунной системы рассматривается с точки зрения иммуноредактирования, которое включает несколько процессов. Здесь внизу представлены разные клетки, но на ходу это трудно все воспринять. Дело в том, что на первый момент это опухолевые клетки создаются всегда, это элиминация, и любой организм может жить всю жизнь, не имея онкологического заболевания. Второе – равновесие, когда иммунная система контролирует опухолевую прогрессию. То есть количество опухолевых допорогового бывает. Может быть, они слабо антигенные, что может быть, может быть, действительно иммунная система прочно держит контроль, и в результате тоже клинические проявления отсутствуют. И вот третье – редактирование, когда в результате генетической нестабильности иммунной селекции происходит устальзание опухоли от иммунного ответа, и она уже развивается. Как раз этот процесс для нас наиболее интересен. Здесь слайд, который неоднократно все видели, он немножечко видоизменен. Это все клетки. Для того, чтобы нам разбираться в дальнейшем, что же происходит с функционированием иммунной системы, надо понимать, что делают основные субпопуляции. Знания наши все время застаются. Красным у нас принято называться клетки, которые с супрессорным действием обладают, синим – цитратическим. И мы видим, что в одной и той же популяции мы имеем и те, и другие клетки. И вот здесь вы посмотрите, клетки, участвующие в иммунном ответе на опухоль. Во врожденном иммунитете цитратическими свойствами обладают НК клетки, макрофаги первого типа, гентритные клетки определенного фенотипа, тучные клетки, НКТ клетки первого типа. Во врожденном иммунитете с супрессорным действием макрофаги второго типа, миелоидные супрессорные клетки, нитрофилы второго типа, популяции НКТ второго типа, плазмоцидные клетки. И в адаптивном иммунитете цитратические CD8T клетки, Т-хелперы первого типа, хелперы 17-й, Б-лимфоциты, с супрессорным действием, хелперы второго типа, регуляторные естественно индуцированные клетки. Вот теперь чуть-чуть разберемся с каждой из этих популяций очень кратко. НКТ клетки являются главными клетками-эффекторами врожденного иммунитета, описанной в 1975 году. Их важное свойство в том, что они способны лизировать клетки-мишени без предварительной сенсибилизации. Они участвуют, конечно, в защите от вирусных инфекций, патогенов, но и участвуют в контроле опухолевого роста и иммуностазирования. И для уничтожения опухолевых клеток используют целый ряд механизмов. Это прямой перфорин-зависимый лисис, антителозависимая клеточная токсичность, перфорин-независимый апоптос, индуцированный взаимодействием репцепторов смерти с соответствующими элегантами, и непрямой путь, зависящий от секреции провоспалительных цитокинов. И эффекторная функция связана главным образом с их циталистической активностью. Вот эти наши данные, я просто их представляю у одних и тех же больных по разным популяциям, чтобы было представление. Вы посмотрите, что у больных в начальной стадии это рак молочной железы, первично операбельный, то есть это первая, вторая А. То мы видим, что у них и количество НК-клеток, и НК-активность по перфоринам, она повышена. Дальше она уходит. Если мы посмотрим, что же происходит с токсическими Т-клетками, то есть уже эффекторы адаптивного противоопухолевого иммунитета, ну здесь их механизм действия тоже достаточно известный, что дентритные клетки определенного фенотипа, CD8A+, CD103+, поступают, активируются, и затем мигрируют в лимфоузел. А затем в лимфоузле происходит активация антигеноспецифических CD8-клеток соответствующим антигенам, ну как положено, презентированным антигенопрезентирующим комплексом в комплексе с молекулой гистосовместимости первого класса, а неактивированные CD8-клетки мигрируют в опухоль узел. И вот наличие у онкологических больных этих клеток является ключевым прогностическим фактором и основанием для развития методов иммунотерапии. Смотрим у тех же больных. Эту популяцию. И мы видим, что на первой и второй стадии как количество цитотоксических клеток, так их потенциал достаточно высокий. Но получается, что у нас есть цитотоксические клетки. Они на первых стадиях, мы, к сожалению, не можем с вами определить до того, но они на первых стадиях и НК-клетки, и НКТ-клетки достаточно высокие. А что происходит с супрессорами? Значит, я хочу просто их перечислить. Дело в том, что первыми клетками, которым особое внимание уделялось, были Т-регуляторные клетки. И в западной литературе так получилось, что все клетки, обладающие супрессорной активностью в настоящее время, называются регуляторными. Ну вот первые, как я сказала, это СИИ-4, СИИ-25, ФОКСПЛ-3, которые все хорошо знают, Т-регуляторные называют. Они подавляют в основном функцию Т-клеток, эффекторы. И вот посмотрите, что у больных. То же самое, рак молочной железы. Больная по сравнению с донором, количество клеток их увеличивается. Но, а что? И таких исследований было масса. Кто постарше помнит, что вначале думали, что вот Т-регуляторные клетки, и все, нам больше ничего не надо. Но оказывается, что это не так. И кроме того, а хорошо это или плохо, когда Т-реглов много? Оказывается, совсем-таки трудно сказать. Почему? Потому что если вы лечите достаточно эффективным препаратом, то в том случае против Т-регов, то в том случае, когда Т-реги высокие, вот так здесь, то получается, что патоморфоз 3-4 степени получился только у тех больных, у которых Т-реги были высокие. Они упали. Это может быть эффект за счет Т-регов. Но, во всяком случае, возможны их роли в воспалительном процессе и так далее. Это непонятно. Но, тем не менее. И то же самое, посмотрите, у наиболее неблагоприятных больных, то есть доникативным раком молочной железы, тоже у которых применена химиотерапия, но потом было понятно, что она действует против этой популяции, то двухлетняя общая и безрецидивная выживаемость была выше в группе больных с повышенным уровнем Т-реги до лечения, чем у больных с низким показателем. То есть здесь эффект зависел от влияния на эту популяцию. Вторая группа – это CD8+, CD28-. Это редкая, уникальная популяция только у человека. У животных она не обладает супрессорным действием, а вот у онкологических больных – да. И мы тоже здесь видим, что она увеличивается у больных с онкологическим заболеванием. Ой, что-то я не то сделала. Сейчас, одну минуточку. И я хочу сказать, что действительно и у больных, когда мы смотрим, мы видим, что высокие показатели этой популяции на первой, второй стадии заболевания. Потом они как бы уходят. И тоже у больных, которые эффективно лечены, у них уменьшается так соотношение, как вообще CD8-28- количество падает, так же и соотношение между CD8-28+, которые не обладают супрессорным действием, с этим минус. То есть таким образом у нас получается достаточно хороший эффект. И МКТ клетки – тоже уникальная популяция, которая способна как стимулировать, так и подавлять противоопухолевый иммунитет. Мы говорили, что существует две популяции, но на самом деле мы до сих пор не можем сказать, что это действительно две популяции или одна и та же популяция, меняющая свой фенотип под влиянием различных цитокинов. Мы тоже видим, что у больных повышена эта популяция. И вот что для этой популяции интересно, что обычно через месяц-полтора после радикальной операции все восстанавливается, а у этих больных МКТ клетки остаются высокими, что говорит о том, что здесь более тяжелое какое-то повреждение иммунной системы. Ну и здесь то же самое, количество этих клеток у больных с распространенными формами выше. Интересно, что вот эта популяция имеет и прогностическое значение. Здесь больные, получившие вакцинотерапию, и тех, у кого было прогрессирование заболевания, у них увеличивается количество этих клеток. А здесь вы можете видеть, что те больные, которые МКТ клетки значительно повышались, они уходили из исследования, ну в смысле гибели больного. Но вот этот слайд, мне кажется, очень важен для того, чтобы поднять в дальнейшем наши подходы к лечению, к возможности использования препаратов. Вы видите, что все количество супрессорных клеток индивидуально, и у Бога всего 22%, но это рак молочной железы, тут свыше 250 больных у нас обследовано. Есть данные, немножко разные соотношения про разным нозологическим формам, но в принципе одно и то же, что ТРЭГИ 8,28, но больше всего НКТ встречается. То есть вы прежде чем думать о каком-то воздействии, вы должны посмотреть, что реально происходит, потому что вы можете вводить препараты, которые совершенно не будут отвечать, поскольку у данного больного этого нет. И два слова про другие супрессоры. Мы совершенно отошли и не занимаемся миелоидными супрессорными клетками. А миелоидным супрессорам сейчас во всем мире уделяется очень большое внимание. Вот они миелоидные предшественности вырабатываются под действием различных факторов и в опухолевых узлах дифференцируются в опухоле ассоциированные мотрофаги и в супрессорные дентритные клетки. Вот вы посмотрите, это как раз изучение недавней работы, которая показала, что экспрессия одного из ростовых факторов, оно там, где в опухоли повышенное было количество, снижалось продолжительность жизни. И там, где было его мало, это как бы показало его. И сейчас я просто уже не стала вставлять, есть уже препараты, которые действуют на миелоидные супрессоры, вот эти читпоинтовские препараты, и сейчас они апробируются в клиниках. Некоторые из них представляются перспективными. И мотрофаги то же самое, два основных типа, классические активированные, которые усиливают воспаление, и альтернативные активированные, которые подавляют воспаление, противоопухолевый иммунитет. И здесь то же самое, сейчас я тоже не стала на этом долго останавливаться за время, то же самое, сейчас есть препараты, которые разрабатываются для их воздействия. Вот таким образом мы с вами видим, что у онкологических больных есть и стимуляция иммунной системы, и супрессорное действие, то, что когда-то хорошо показывали типа качелей. Но если мы посмотрим, кто старше помнит, мы обычно смотрели больных 3-4 стадии и говорили, что там все нормально, у больного 4 стадии распространенный процесс, картина иммунологического профиля абсолютно как у здорового человека. Дело в том, что на 1-й и 2-й стадии мы видим, как пытается цитатартическая активность высокая, супрессорная активность высокая, в результате неэффективного лечения супрессорная активность подавляет всю цитатартическую активность, а потом сама тоже уходит, потому что нет необходимости. То есть реально воздействовать на иммунную систему все-таки имеет смысл действительно на начальных стадиях заболевания. Но все-таки рассматривая, что у многих онкологических больных имеется экспансия CD8T-клеток, специфические в отношении опухолевых антигенов. Почему же есть спонтанный иммунитет? У большинства пациентов отсутствует деструкция опухоли. И вот этот аспект, который я думаю, что сегодня тоже рассматриваться будет в докладах, это опухолевое микроокружение. Это важный источник ускользания опухоли от иммунного ответа. Вот мы смотрим инфильтрацию опухоли иммунными клетками, мы видим огромное количество этих клеток, и мы видим, что взаимодействие этих клеток может оказывать влияние. Вот я хочу вам показать слайд, который в разных видах, я думаю, будет сегодня еще показывать, что есть три варианта. На Западе почему-то назвали это воспалительным вариантом, тот, который первый. Ну, это не само воспаление, конечно, не классика, но тем не менее. Вот это тот случай, когда предсуществующий иммунитет, то есть эта клетка, опухоль, инфильтрирована лимфоцитами, другое дело какими, но важно, что она инфильтрирована. Вариант второй – отсутствие инфильтрации и полностью иммунологическое игнорирование. И если мы посмотрим, где лечение эффективно, то только тут оно будет эффективно. Любое лечение чекпоинтовское, потому что здесь есть на что воздействовать. Гораздо меньше, это вы видите вот по вот этим кривым, гораздо меньше там, где отсутствует инфильтрат. И практически нет демомологического игнорирования. И основная задача сейчас, которая вот рассматривается, будет представлена уже, я думаю, Татьяна Николаевна в докладе. Основная задача это разобраться, какие клетки присутствуют, какой препарат, нужно применить для этого воздействия. И наша задача активировать вот это иммунологическое игнорирование. Сейчас уже разрабатываются различные пути, чтобы сделать этот узел активным, то есть туда привлечь иммунокомпетентные клетки, чтобы они там появились, и потом воздействовать через эти иммунокомпетентные клетки, попытаться улучшить иммунитет. И последний слайд, что я на этом не зналась, это иммунологические биомаркеры, что нужно их установление, иммунологических биомаркеров, для того, чтобы сделать индивидуальным и успешным лечением, и, конечно, что мы должны учитывать, что мониторинг иммунологических показателей является неотъемлемой частью клинических исследований. Спасибо большое за интересный доклад в Адаларске неонкологии города Ростов-на-Дону. Мы изучаем экспрессию генов, апоптозных в частности, в опухолях и прилежащих условно-здоровых тканях. Мы тоже сталкиваемся иногда с таким интересным качелями. Про и контра всегда у нас наблюдается на второй стадии. Первая, вторая про и контра наблюдается очень мощная активация, то есть то, что называть качелями. Я правильно так понял, что иммунологический эффект про и контра он тоже у вас усиливается, вы наблюдаете усиление эффекта, а потом уже на третьей, четвертой стадии имеет место псевдо-нормализация этого процесса? В принципе, конечно, да, но понимаете, это вот факты, которые уже нам достаточно понятны, ведь основная сейчас наша задача пойти дальше для того, чтобы не только оценить, что происходит, а подумать, как это можно воздействовать. Просто я не думаю, если будет у нас время для дискуссии, то вот эти препараты, которые сейчас применяются, и пельмумабы, и навлумабы, и так далее, и тому подобное, вот для того, чтобы правильно оценить, где их применять, а каких препаратов сейчас будет миллионы, вот именно нам нужно уметь оценить, что происходит в этом узле, кто превалирует, и кого надо подавить. Скажите, пожалуйста, второй вопрос, вы можете рекомендации, мы занимаемся дендритно-клеточными вакцинами, например, можно ли сказать, когда стоит использовать именно вакцину, является ли дефектным, например, звеной дендритно-клеточной вакцины, как ее можно оптимизировать? Дело в том, что у нас разработаны, вот мы же тоже занимаемся дендритно-клеточной вакциной, и разработаны показания к ее применению, и действительно больные, у которых резко нарушены, вообще, честно сказать, это еще было много лет назад, просто все повторяется с иммуномодуляторами, те, у которых тяжелые нарушения иммунной системы, особенно со стороны цитатоксического звена, они не подлежат вакцинации, и так, в общем-то, не подлежат иммунотерапии, они не отвечают, это то, что вот вариант иммунологического игнорирования, поэтому такие критерии, безусловно, есть, и отбирать надо людей, которые ответят. Спасибо. Зайра Григорьевна, скажите, пожалуйста, какова, на ваш взгляд, роль Т-клеток памяти в очаге? Вы знаете, Т-клетки памяти, безусловно, играют огромную роль, почему? Потому что если вы их активируете в этом очаге, то, возможно, это усилит иммунный ответ. Другой вопрос, а как их активировать? Да. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok